поливать чтобы они не прилипли всем привет сейчас мы будем готовить вареники с вишнями начался сезон вишни это вишня домашняя мама нарвала и у себя не брызгана мелкой наверное очень кисло как вишня вкусно вот для этого нам нужно с ней разобраться достать кости есть специальная такая вот кости чистил к ну мы как-то и все каждый год откладываем мама есть что-то не взяла они нашла тогда приходится старым способом булавка да все чистим вот это все сейчас мы делаем заварное тесто для вареников с вишнями нам нужно по рецепту 3 столовые ложки муки 3 столовые ложки масла растительного залить одним стаканом кипятка миллилитров 250 и больше заливаем и тщательно перемешиваем а теперь мы делаем вторую часть теста берем 50 грамм дрожжей замачиваем в холодной воде в теплой воде стакан воды тоже берем 3 столовые ложки сахара и одну чайную ложку соли и перемешиваем даем возможность чтобы дрожжи растворились а теперь мы соединяем наши две части тесто воедино и будем замешивать уже тесто сейчас это все перемешать первая часть горячая часть теста уже подостыла немножко и замешиваем не очень густое тесто вот замесили тесто чтобы оно отставало от рук и сильно прилипало и можно пусть постоит минут 15-20 ничего с ним не будет не мало ли теста для наших вишен? для вишен наших я тоже так думаю уже можете еще? маловато замесить пока не поздно а потом будет очень много хватит до первого раза потом повторим лучше повторить ну ладно пока тесто у нас стоит попробуем нам нужен сироп для вареников мы любим вареники сверху заливать вишневым сиропом что-то у нас стреляет вот так вот мы сейчас передавим потом кости повынимаем зальем сахаром и прокипятим вообще в идеале достать все косточки ну да времени у нас мало приходится выходить в ситуации как-то другим главное чтобы кости прекрасно вынимаются другого выхода мы не нашли как руками перебрать кости очень кстати полезная ванночка для укрепляет ногти возьмите на заметку и потом руки будут синие все равно так как это вы делаете можно это в перчатках сделать ну а все же оно будет кипятиться но косточки как-то перебрать надо хочется чтобы если у вас есть какой-то свой способ проверенный лучше чем этот напишите пожалуйста в комментарии да как по-быстрому удалить косточки чтобы остался сок с мякотью и так пришло время сиропа включаем его на пятерочку много не надо и будем его варить сахар добавили? конечно добавили сахара ну по вкусу я бросила пять ложечек там уже смотрите кто любит какой сладкое кисло-сладкое пробуйте на вкус я думаю сахар вишни не помешает совершенно сколько кипятите вот примерно? ну закипит еще минутку пусть прокипит и все это же не варенье а то есть закипеть надо закипеть закипела там минуту прокипит все ждем пока закипит а теперь готовим кастрюлю для вареников берем кастрюлю я люблю побольше побольше положить наливаем воды туда сколько? вон видно полтора литра ну четверть воды наливаем и накрываем марлей есть много разных способов для вареников на пару я привыкла делать это на марле мы где-то взяли метр на метр марлю для такой кастрюли так сейчас мы ее затянем чтобы она не развязывалась и пойдем и поставим ее в воду греть когда вода закипает там уже уже кипит наша вишенка ой как красиво и вкусненько пахнет и так пошел процесс взяли кусочек оторвали и на такие кусочки мы разрезаем сейчас попробуем может это большие получатся еще и вареники ладно давай для начала вода у нас стоит закипать да? да, пока у нас стоит вода с марлей кастрюля греется уже мы занимаемся наполнением вареники не будут все одинаковые вниз я ложу сахар сверху пять вишенок шесть я люблю когда много ну давай уже десять они будут вытекать внешний вид вареника я вам не гарантирую красивый но на вкус мы по принципу чтобы было вкусно но будет и красиво будем стараться получатся такие маленькие пирожочки сахара я всегда ложу вниз сахар там уже смотрю по тесту там где тесто побольше можно и вишен побольше я уже слюнка вареник понятно получится побольше чем зато и вишен тут не мало ну и в таком же духе снимаем лепим 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 дальше да закипела наша вода и теперь мы выкладываем наши кабанчики да такие первые сделала я конечно не маленькие вареники получились ну ничего время да надо засекать варить вареники нужно 4 минуты накрываем крышкой и ровно 4 минуты пусть варятся а переворачивай 4 минуты засекаем и так прошло у нас 4 минуты готовы наши вареники получились они очень крупными ну так как я и предполагала что первые будут у меня это прям целые вареники это пирожище пирожище листик мы смазали специально сиропом чтоб они не прилипали ко дну а как они пахнут я уже хочу прям готова сейчас схватить и все теперь поливаем все сиропчиком и ставим вторую порцию ой как красиво я надеюсь ну я не надеюсь я знаю как это будет вкусно ну в этом году первый сезон будет сейчас открыт вот вторая партия тоже готовы закрываем засекаем время прошло 4 минуты вторая партия у нас тоже готова я уже готова кушать их живыми ну что эти как то наверх можно чуть чуть поливать обязательно тут надо смазать вот этот может да я уже полила поливать чтобы они не прилипли ну кто не любит сироп просто засыпают сахаром посыпают да не надо сиропом как это люди не любят сиропом по нашему рецепту попробуйте с сиропом вы не пожалеете всем приятного пить так сейчас попробуем эти замечательные варенички нереально вкусные а вечером будут еще вкуснее холодненькие потому что они будут холодные давай сюда ближе класс очень вкусные варенички я их ждал целый год еще осталась вишенка с сахарочком кому дополнительно обязательно попробуйте такой рецепт и не забудьте подписаться мне кажется я не знаю это ж очень вкусными кто не знает я не знаю и я не знаю что это найду вы